Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я, Дональ, и у меня опять отсвечивают очки от всего, что можно и что нельзя. Время 7 утра, я снимаю для вас видео, запоздалое видео на тему обновления, которое было на прошлой неделе, потому что сегодня понедельник, и как бы через 2 дня новое обновление, но не могу, отражается слишком сильно. Но как бы через 2 дня уже новое обновление, я сижу, певаемся такая лохматая, не потому что я там не причесала, а потому что у меня голова. Извиняйте, надо же когда-то видео снимать, а я тут встала час назад, чтобы успеть поиграть в Star Stable. В общем, что у нас было в обновлении, были очень-очень приятные мелочи. Нам добавили горку, добавили нам ее, значит, в земле деревня, добавили ее вот сюда. Как бы я ее уже выполнила, но просто вот показываю, что если вы спускаетесь с горки, она окажется именно вот здесь, где я вам показываю. Ну, просто у меня экран здесь, а вот тут. Тяжело. Вот. Там очень прикольная гонка, сегодня она уже прошла. Вы носитесь, бегаете, даже можете в какой-то момент превратиться в оленя. Это очень интересно, но меня очень раздражает пункт, где-то на середине гонки, там вас сбивают в воздухе сани. Это просто... Так, что еще? Я когда, я не помню, говорила я вам об этом видео, но я бегала и искала белоснежную бороду, которая давалась за желание в прошлом году. Там были оленья ушки с рожками и красным носом, типа Рудольфа. И белоснежная борода. Вот просто белоснежная-белоснежная. Такая классная. Я ее купила на одном аккаунте, а на другом на основном. Решила не брать. Зачем? Наверное, дурочка такая была. Ну, в общем, я ее обыскалась, ее нигде нет. Мне реально стало обидно, потому что старт-текла не всегда. Да, если вначале что-то, знаешь, как я помню, практически все, что вначале можно обменять на что-то, оно потом продается. Разумеется, лучше просто заходить, выполнять задание и бесплатно, скажем так, получить ее за какие-то фентифлюшки. В общем, вот, если я не ошибаюсь, а мы сейчас поднимем. Я, правда, уже все тут почти скупила. Да, вот в этом магазине просто пролистывайте дальше. Вот в самый конец, сколько просто сранить. Вот в самый конец там будет вот эта белоснежная. Просто, она такая белоснежная. Я в ней похожа на какого-то старика Геральда из Ведьмака, если кто-то не знает. Да, и это, вот этот странный звук, это у меня крючок придет. Эй, остановись, пожалуйста, 7 утра. 7 утра. Ладно. Надеюсь, этот звук не сильно будет мешать. Ну вот. Или вы просто берете и нажимаете на вкладочку вот эти очки и аксессуары. У вас тут будут вот такие вот уши Гринча, я их называю. Ну, потому что они зеленые, они не меняют цвет. И куча-куча-куча-куча бороды, которые я уже скупила. И они у меня лежат в шкафу. Кстати, если вам интересно, есть точно такие же уши, по-моему, или немножечко другой формы. Они такие, вот, слегка с наклоном. Они продаются в торговом центре города Юрвик, в магазине Пуркурный Пони. И они-то как раз меняют свой цвет под цвет кожи вашего персонажа. Ну, мало ли, кто не знает. Или вот все спрашивают, а что у меня вроде народ-то все знает, в принципе, у меня в клубе. Вот вопрос такой возник, а где такие уши, и никто не может их найти. Ну, ладно. Конечно же, я помогла, сказала, что где и как, чтобы... Потому что там такая кошмала началась, кошмар. А, после, кстати, обновления появилась такая проблема, что я постоянно проваливаюсь сквозь текстуры. Гонка, не гонка. Вот неудачно прыгнув, вот на ровном месте, все, провалился вниз. Не было там. Сколько ни прыгало здесь, ни это могло застрять, врезаться, но не проваливаться каждый в два шага. А, да, и еще кое-что. Может быть, кто же кто-то не знает, я только сегодня об этом подумала. Ну, когда вот в серии... Ой, а это и вправду могут не все знать. Я же раньше не знала. В общем, вот... О, мой одноклубник, в 7 утра, чувак, на что не спешит? Это, наверное, кто-то из тех, кто болеет сейчас. Ну, я напишу, конечно, отвечу. Снимаю я не в полэкрана, потому что, ну, хочется, чтобы вы видели самые основные моменты. Мне приходится все передвигать. В общем, вот нам помощники Санты дают, что они могут давать желание, вкусняшки для персонажа в кафешках, которые можно есть. И они дают кучу вкусностей вообще, еды и лакомств для лошадей. И вот у вас забит целый рюкзак одной морковкой, к примеру, и виноградом. И что делать? Много же, не скармливать же все лошадя. Потому что, ну, не кто-то скармливает, а вот я лично коплю на всякий случай, чтобы потом сено не покупать, если только я решу, опять покормить лошадь. Вы просто, вот у вас тут несколько бананов, вы берете с конца, чтобы экономить. И банан на банан начинаете перетаскивать. И они суммируются. Я когда об этом узнала, я такая, да ладно, серьезно. Это работает даже, когда вы покупаете кучу-кучу этих пачек сена по 10 штук. Вы их тоже можете между собой суммируете. Я, правда, не помню, какая цифра максимальная. Я, по-моему, 50. В общем, вы можете вот накупить 5 пачек по 10 сена, и чтобы они у вас не занимали все красавство. Их просто друг на друга берете вот так вот, перетаскиваете, и все. И они у вас суммируются. Но тут такая проблема, что, как бы, тут, видимо, максимум до 20 можно перетаскивать. А потом уже все. Потому что, видите, вот у меня... Хотя нет, вот на 15 у меня больше не перетаскивалась ни одна морковка. Ни на 17, ни на 18. С бананом тоже самое. Какая-то странная тут у них логика. Ну, ладно, так и быть. Потом нам добавили коня. Тот самый ледяной рог, о котором я говорила. Спойерла. Так и быть. Видео же так называется. Спойлер. И его добавили. Он такой классный. Он швед. То есть основная моделька у него шведская. Севершница. Простите. Но вот этот вот няша. Он такой классный. Разумеется, у него все характеристики по нулям. Потому что он магический конь. Дикая лошадь. Верлика. Так она называется. Да. Дикие лошадиники. Но он единственный пока что и первый в своем роде, кто переносит холод из магических шарей. То есть он не будет еще более медленно в долине спрятанного динозавра. Это очень классно. Вот. Я, конечно, все-таки надеюсь его успеть купить. Потому что он здесь до конца самой деревушки. То есть этого коня можно будет купить раз в год. С середины декабря получается по 2 января. То есть когда деревня зимняя для нас открыта. Тогда вы сможете купить этого коня. Он такой классный. Жалко тут нельзя. Тут же нельзя? Тут нельзя. Нажать и посмотреть на него в обычном его виде. Он такой классный. Классный мастер. Ну, те, кто смотрели видеоспойлер, там есть скриншот о какой он мастер. И вот эта, вот эта, вот эта, вот сосулька. Вот этот рок из этой, из челки. Вообще, это начосывает, залачит. Но классный. И все прыгают мне по крану. Ну, что такое? Ну ладно. В общем, он такой шикарный коняша. Я бы сказала... Я бы сказала... Ой, простите. Чего? У него... Смотрите, какая деталь не проработаешь. Какой снежный. Какие краски. Хвост вообще. Крутой конь. Я его хочу. Честно с словом. Да, Даша, ты постоянно говоришь, я хочу эту лошадь, я хочу эту лошадь. Ребят, а что, плохо, что ли? Лошадь это классный на самом деле. Так что, ну, в принципе, ну, чего? Ничего такого. Так. Насколько я помню, в этом обновлении все про... 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 Ферму... Ой... Рынок лошадей я не помню. А, да-да-да-да-да-да-да. Эфир... Рынок лошадей доступен в... Парабанском поселке Западного Островка. То бишь, в Оси. У кого открыто, кому нужна там лошадь, пожалуйста, идите, купайте. Она там. Но вы, учитывая то, сколько она уже открыта, и что уже скоро она закроется, опять на неделю, вы об этом уже, наверное, давно знаете. Так. А теперь, внимание! Очень интересные подробности. Я хотела снять видео спойлер. Но, к сожалению, Старстаймол меня опередила. Нет, они не сняли спойлер. Они... Они показали тизер новых, новой породы лошади. У меня сейчас перед глазами нет названия, но они вроде называются Клаудсдейльская лошадь. Клаудсдейл. По-моему, да. И вот это, в общем, если у Лузетана были замены андалузов, ну, как бы, зачем первые выпускать, если можно выпускать другую породу, но очень-очень похоже. Вот тут то же самое, только с Шайерами. Я сейчас вставлю картинки. Маме, потому что она, как бы, человек, она адекватный человек. То есть она оценивает не потому, что фу, игрушка, фу, детская игрушка. Она смотрит, неважно в какой виде, она смотрит и оценивает его с адекватной стороны. Это очень. И она сказала мне, что у этих лошадей слишком длинные ноги. И мы полезли смотреть в интернет реальную породу. И они реально чашики длинноногие. Причем у некоторых настолько длинные ноги, что вообще такое чувство, что не может быть у чашиков настолько длиннющие ноги. Но нет, вот посмотрите сами в интернете Клаудсдейльская лошадь, и вы увидите, что некоторые представители данной породы достаточно длинноногие. Вот, так что можно сказать, что... А, кстати, да, эти лошади выйдут уже послезавтра. Стоить они будут, по-моему, 799 ска. Я уже не помню. Но, как бы, все равно видео по ним будет, надеюсь. Потому что как раз в эту среду у меня вроде бы все совпадает, чтобы я смогла снять это видео. Если только они не сделают обновление до полуночи. Очень на это надеюсь. В общем, вот такие вот новости. Этих лошадок я очень сильно жду. И у меня вот такая проблема. Я пока что... Не могу положить себе старкоинсы, чтобы купить и ту, и другую лошадь. Я и так зони отложила. Потому что мне на нее тоже СК не хватает. Вот мне даже... Сколько? Вот, у меня 406 СК. На этой неделе... На прошлой, по-моему. На прошлой неделе было удвоение. Но я не могу пока никак его... Его купить. И поэтому мне предстоит тяжелый, тяжелый... Ну, да на самом деле все легко, но все-таки тяжелый. Либо поднакопить и сразу купить Клаус Дейла. Потому что, ну, если я все пускаю, я все равно не успею как-то тут мгновение окон на него накопить и купить. Или же копить себе спокойно еще сколько-то какое-то время и купить себе вот этого магического шаря. Да, конечно, все просто. Потому что у меня выходит так, что как раз на ту неделю, на какую попадают, скажем так, последние выходные, перед тем, как деревня зимняя закроется, уйдет до следующего года, у меня как раз накопится нужная сумма для покупки север-шведа. Ну, тут, конечно, все просто. Я думаю, картинки с шарами уже можно убрать, вы же насмотрелись на них. Ну, или идите на официальный сайт StarStable и пересматривайте, как я по сотню раз тизер. Вот, 600 СК, мне еще нужно 100 СК, то бишь еще 2 недели. Ну, и как раз получается, что... Или да, или нет, или да. Ну, да, получается, последние выходные перед закрытием деревни. Так что выбор очевиден. Через 2 недели ожидайте с меня видео о покупке этого красавца. Подними ты голову, ну что ты? Я болтаю, а они вечно едят. Ну, что так такое? Что за неважно? Ой, подними голову. Да. Ну, ты какой хороший, я это люблю. Давайте же я на своем удовольствии встану радио с этим писателем-кансарцем. И мы будем уже с вами прощаться. Да, кстати, надо сделать фотографию для наставочки. Что-то и Даша позевала в этот момент. Вот, вот. Вот так вот. Я думала, будет ничего. Я думала, будет ничего. Вот. В общем, надеюсь, вам понравилось видео такого формата. Надеюсь. Если вам понравилось, пишите об этом. Ставьте лайки, пишите комментарии, что да, нам понравилось. Снимай в таком виде так, потому что это интересно. Ну, и по-новому, необычно. Так что, если вам понравилось, давайте лайки и пишите об этом. Вот. А я буду пытаться это очень интересно совмещать, потому что снимаю я на теле вот здесь, играю, и в записи идёт там. Это хорошо, что ещё нету микрофона, на который бы звук шёл. Звук идёт в ноутбук. В общем, дракошики мои, я вас люблю. Я постараюсь хотя бы раз в неделю выпускать по одному видео. Но я и так это стараюсь делать. С вами я прощаюсь, с вами была я, Данали, и мой конь Добрынка. Добрынка. Я вас люблю. Субтитры создавал DimaTorzok